Вроде бы уже многое ясно. Металлург победитель своего дивизиона. Второй на востоке. Северсталь с большой долей вероятности. К атаке Кирилл Свиязов, но не сумел огорчить Самсунова. По большому счету, наверное, все-таки... Ну, это первая шайба Данил Зарипов. Открывает счет. 1-0. Замешкался здесь защитник гостей Кирилл Свиязов. Обокрал его Данил Зарипов и очень легко разобрался. Да, обокрал здесь защитника на входе в зону. Мы видим на паузе. Переиграл Галкубера. Выванил его слегка на себя. Прям поймал он его, уехал в сторону. Думаю, что здесь Роман Смирягин. Все здорово исполнил. Северсталь командой. Возглавляет тренерский штаб команды. Так вот, Северсталь отвечает ответным голом. От синей линии. Видим здесь выгранное вбрасывание. И, видимо, не видел все-таки же четкий момент броска. Либо потерял шайбу, так и трафик. По-моему, там задела даже ковар шайба. Ну, с этой камерой все сложности. Ну, вот такой броском от синей линии. Я так лов. Потому что казалось, время кажется, что вот-вот-вот ничего не происходит. А вот бросок. Все лучше и произошло. Коварш очень часто так получает. Видим здесь, что здесь замечается. Передача на Семина. Зарипов на Семина. Семин в одно касание. И вроде бы видели, что там коварша. Вроде бы его накрывали. Но передача доходит быстрее до коварша. И тот переигрывает голпитера Романа Смирягина. Не успел он же немец помешать. Когда ты ее не видишь, наверное, только Тонаити. Ну, там нужно искать ее. То есть нельзя просто так стоять и ничего не делать. И надеяться на полетский гол. Установить с ней так называемый контакт. Да, нужно искать. Это шабо его здесь. Северсталь сравнивает счет. Находит свой шанс череповецкая команда. И я считаю, это совершенно заслуженно. Сравнять результат. Вот удается это сделать именно сейчас. Опять мы видим наброс на ворота. Да, наброс на ворота. Да, удачный рикошет. Как мне показалось от своего же игрока. От Чернова. Игорь Скороходов забивает. Да, здесь не без доли везения, конечно же. Ну, вот немножко глубоковато, видимо, находит там Самсунов в ворота. Он может находиться на полшага вперед, прочитая вот эту ситуацию, что может так вот. Минимальное преимущество у Магнитки. В втором периоде 9-8. Общее количество бросков 15-15. Кравецкий, так что. Вот момент какой. Северсталь уходит вперед. Вот так вот удается. Удается гостям вырваться вперед. Поздравление. Принимает Игорь Скороходов с дублем. Кагарлицкий выводит, находит пасом 23-го номера. И тот спокойно посылает шайбу на плечо Галкибера в свободный угол. Вот ловили соперника на ошибке, на контратаке. На курице внутри вот этой вот четверки. Все об этом знают, что он там будет находиться. И, тем не менее, проходит передача. Вот вторая шайба в большинстве у Металлургана, что Сергей Мазякин. Прерывает свою безберевую селью, сравнивает результат, забывает в точном сне и принимает поздравление партнера. Смотрит ровный решет из шайба. В этот раз он не стал отдавать на коваржа. Я имею в виду, Зарипова здесь отдал как раз назад Мазякину. И тут просто сходу великолепным щепчком. Да, из-под защитника она прошла, вылетела. И там уже Роман Смирягин уже. И вот момент сейчас у Багнитки есть в меньшинстве. И вот атака, бросок и гол! Вот он и да! Металлург выходит вперед, забивает в меньшинстве. Городный милый объем. За 2 минуты 19 секунд до конца основного времени. Воскоросова. Посмотрите, кто это сделал. Это сделал Остер Осову. А он же был самый активный игрок в меньшинстве в сегодняшнем матче. Я бы так сказал. И первый раз он уже побегал вот в такой пробег. И бросал очень часто именно вот в меньшинстве. И наконец-то пробил он на галл кикера Череповчан. Заслужил. Заслужил Осову эту шайбу, безусловно. И тем не менее, Магнитка, создав сама себе проблему, с честью вышла из этой ситуации. В меньшинстве забила четвертую шайбу и одержала очередную победу. Ну давайте отметим также игроков Северстали. Все-таки же проигрывая по ходу встречи, смогли сравнять, а затем выйти вперед. Да.